Девушки отдыхают 70 лет ее снимали на кинопленку, монтировали и нам же показывали. Эта хроника стала зеркалом нашего бытия. Сегодня мы смотрим на экран из новой страны и новой жизни, иногда забывая, что в зеркале можно увидеть только собственное отражение. Нота Бена. Заметки на полях. Отпуск. До чего же понятное, можно сказать, приятное словечко. В отпуск отправляет начальство. На декаду, на недельку, на две, на месяц, но с обязательным возвращением. То-то радости. Нас отпустили, отвязали, отправили. И в конце концов, не по его начальству к нам благоволению, а потому, как имеем право, много прав, в том числе и на отдых. Путевки нам затем даны, чтобы были бодры и сильны, писалось на путевках тех лет. Наша бодрость и сила были нужны власти. Это было достояние государства. Но на тех, с позволения сказать, путевках, по которым заполнялись лагеря, отнюдь не пионерские, были совсем другие надписи. Дело, номер и так далее. Это Гитлер додумался писать на воротах концлагерей, труд делает человека свободным. Здоровье в порядке, спасибо зарядке. А как же? Нормы тут были отнюдь не пионерские, как было не породеть о здоровье подопечных. Наряду с местами не столь отдаленными, были места менее отдаленные, но зато сложнее досягаемые. Курорты в ЦИКА и ЦИКА. Курорты в ЦИКА. Курорты в ЦИКА. Курорты в ЦИКА. Курортов в ЦИКА. Курорты в ЦИКА. Иметь право на отдых еще не означало иметь путевку. Ее надо было добыть, да еще хорошо бы не за полную стоимость. В той стране, не знавшей слова «спонсор», у всех на слуху было слово «блат». У нас было две категории совслужащих. В одних учреждениях они именовались «штаты», в других – «аппарат». Аппарат имел свои курорты и никаких проблем с путевками, штаты имели право на отдых. Крым – найбільша здравниця Радянского Союза. З усіх кінців країни приїздять сюди на Чорноморське спережжі, щоб відпочити, набрати сил і здоров'я. У Ялту приїхали на відпочинок голова колгоспу з Хмельницької області Павло Гадзюк та агроном з Роменщини Поразковія Білека. Мальовнича природа Ялти приваблює багато жителів півночі і сходу. Микола Маркович Дорошенко – механік пароплава з Тихоокеанської бухти «Знахідка». Віктор Васильович Архіпов – радист, заполярник. Товаріши Попов і Качайлов прибыли сюди з Камчатки. Понад 100 тисяч чоловік вже відпочили цього року у кримській здравниці. Признаємся, в те годи, сказати небрежно, отдыхав в Ялте, було то же, що нынче походя уронить, а Канарам не нравится більше, ніж Кипр. Комбинатами здоров'я і віддыха владели Минздрав і профсоюзи. Ці приводні ремні коммунізма приводили в движение всю масу жаждущих моря, тому що путівку можна було було бачити за 50, 30 і навіть 10% стоимості, а то і вовсе – безплатно. А море, море какое? Хочеться, а? Ну погоди, погоди немного, і сюди попадеш, ведь о тебе думають. Ви в цьому року багато обслужили віддыхаючих? Вони дуже багато, і взагалі за свою життя я стільки обслуживав, що потрібна електронна машина, щоб посчитати, скільки. А взагалі нам, зараз, навіть, будуть давати ордена всім тим, які займаються битобслуживанням. Цього літа я відправлял пиво 40 тонн в день. Народом багато, буває, що і запаруємося так, але ми заботились о курортниці. Ми утром виставляли дуже багато кількість бульон з пирожком, виносили мангалы на пляж, щоб можна там спушити, хороший шашлык, понимаєте? Так, щоб потребитель чувствував, що він знаходиться в Криму. Остановка садовая, следуючая морская. Скажіть, скільки у вас в Ялте летом відправляло народу? Ой, три мільйона, може боди, більше. Уточним, полтора. За весь сезон, за три місяці. А ежемесячно полмільйона. Відео мертвого сезона багато санаторії і дімоотдихи становились свидетелями полного соціального равенства. Іми завладевали колхозники. Але персонал в це час якби слегка мертвел. Але ненадолго, тільки на зиму. Персонал, він закалений. Дякую за перегляд. Там було полезно ограниченне количество организованних услуг. Мільйони радянських трудівників відпочивають і лікуються за рахунок держави. Але яшчадні касси можуть допомогти трудящим організувати свій відпочинок. Ця жінка, вчителька, щомісяця вносила до Ощадкаси по 100-150 карбовенців для поїздки на курорт. Тепер вона одержала в Ощадкасі свої гроші, щоб купити в курортному управлінні кутівку. Якщо протягом року вносити порівняно невеличкі вклади до Ощадкаси, можна нагромовити кошти для підпочиня кутівки на курорт або для наймання на літо дачі. Цей громадянин так і зробив. ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЬКИ ПОЛУЧЕННЫЙ ПОЗВАЛЯЛИ ШАЛАШНЫЙ РАЙ ДИКАРЯ СМЕНИТЬ НА КВАРТИРКУ. ІЛИ КОМНАТКУ. НУ ПУСТЬ НЕ КОМНАТКУ, КОЙКУ. В КОМНАТЕ НА ЧЕТВЕРЫХ. І ЕЩЁ ПРОБЛЕМА КАФЕ. А ЛУЧШЕ СТОЛОВАЯ. НЕ ЛУЧШЕ, КОНЕЧНО, НО ДЕШЕВЛЕ. ПРАВДА, ТЫ ЕШЬ, А ЗА ТОБОЙ УЖЕ ОЧЕРЕДЬ ВЫСТРОИЛАСЬ. УСПЕЛ РАЗОК В МОРЕ ОКУНУТЬСЯ, И НАДО УЖЕ БЕЖАТЬ ЗАНИМАТЬ ОЧЕРЕДЬ НА ОБЕД. ТОЛЬКО ПООБВЫК. НОВАЯ ОЧЕРЕДЬ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УЕХАТЬ В СРОК. ДА БОГ СНИ, СМОРЕМ. УЖ ЛУЧШЕ ОТ ЭТИХ КРАСОТ ПОДАЛЬШЕ. НО НЕ ВСЕХ НАШИХ ГРАЖДАН ОХВАТЫВАЛА ОТПУСКНАЯ ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ. ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ МОГ ВПОЛНЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ. НО ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИСЬ НА ПОСТРОЙКУ, ТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО БЫЛО ДОСТАТЬ ВСЁ, ДО ПОСЛЕДНЕГО ГВОЗДИКА, А ИНОГДА И СВОРОВАТЬ. И ТАК ВОТ, СТРОЙ И ОГЛЯДЫВАЙСЯ, НЕ ИДЁТ ЛИ К ТЕБЕ УЧАСТКОВЫЙ. ВСЕ, ЧТО СВЕРШАЛОСЬ В ТОЙ СТРАНЕ, ДЕЛАСЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА. И МЫ ДАЖЕ ЗНАЛИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА, ШУТИЛИ В ТЕ ГОДЫ. ЧУВСТВО КОЛЛЕКТИВИЗМА БЫЛО ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАПОВЕДЕЙ МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА СТРОИТЕЛИ КОМУНИЗМА. И СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЕКТИВНЫХ ДАЧ ОКАЗАЛОСЬ ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ. ИНСТРУДАТИЛИ ВЕСНИ. СЧЕМ МИНУЛЕЙ ВЕСНИ В ЛІСІ ПОБЛИЗУ СЕЛА СЄРНОВЕ НЕДУ СНІ БУЛО ЗОКІ ТУСТО. АТОТ ВИРОСЛА ДАЧНА НИВСТИЧКО. ЙОВО КОЛЕКТИВНО ЗБУДУВАЛИ ПІДПЛЕЙМСТОСА САЦЕНТИКСЬ ГОРАЇНУ КИІВА. У СНІІ СТРОИТЕЛИ КОЛОНБЫ ЗА ПОЛЕКТИЛИ ВОДОЮ. В каждом доме газовая плита с баллоном. Тут все сделано для отдельного отдыха. Продукты поставят соседние колготцы и тоже спилка. Буду я начать для своей семьи, просто и тут не дейшись, а медикарбованцем. А дети установы выдают их бесплатно. Судово видпочиваться у Тернового. Растут, расширяются коллективные дачи. Судовственный подарок и прием с трудящими. Где бы ты не отдыхал, ты должен был отдыхать активно. Хочешь по скалам лазить? Пожалуйста. Хочешь в кегли, а хочешь в городки. Можешь копать, а можешь и не копать. Только чтобы все вместе и чтобы дух соревновательности не утратить. Кто больше соберет грибов, а кто дольше, пугая родных и друзей, не выныривает из реки. Вныривали почти все, а кто не выныривал, доставали. Опять же, дружно, всем коллективам. И как любили тогда писать в газетах, уставшие, но довольные, возвращались домой. Настав день, якого так чекали мысливцы. Починается сезон порювания. Святанок застав криворізских мысливцев на березе озера. Не промахнулся Иван Посунько. Сдобычье. Що правда, то правда. У всяком разе, тепер буде чим похвалитись. А кожному відомо, що мысливцям для цього великої здобычи і не треба. Що не говори о подсадные утки і прочее снаряження, влетали любителям в копеечку. Потому-то такой вид отдыха і считался елітарним. І слава Богу, це спасало обитателі лісів і озер від їх полного істреблення. Простим советским гражданам, неотягощеним ружьями, предлагались туризм і екскурсії, или просто отдых на природі. І частенько заповедним уголкам доставалось. Зелена зона відпочинку. Сюди приходять помилуватись тінистими деревами, послухати тишу. Парки називають усмішками міста, але іноді ці усмішки бувають гіркими. Цих любителів природи наш кінооператор зняв у зеленій зоні Дніпровського району міста Києва. Після цих, з дозволу сказати відпочиваючих, залишається бруд, недотлілі головешки вогнищ, понівечені кущі і дерева. Ось де поле роботи для громадських постів по контролю за охороною природи. Треба якнайсуворіше зупинити усіх, хто знищує і поплюжить красу лісів, парків, зелених насаджень. Всех летом не отпустиш, кто-то же должен и план выполнять, поэтому отпуска планировались заранее и на круглый год. А тем, кто клянчил путевку на лето, государство задавало сакраментальный вопрос. «Ты любишь теплую водку, а потных – женщин. Вот видишь, значит, пойдешь в отпуск в январе». Расхожая шутка. Короткие каникулы военные годы называли «побывка». Оно было поощрением за боевые заслуги и было коротким отпуском домой. И право на такой отдых надо было завоевать. В прямом смысле слова. Серед мальовничих краєвидів Прикарпаття потопає в садах курорт «Трускавець». Воины червоной армии заліковывают тут свои рани. Вони визволяли Карпатти, вони прогнали німців з Трускавця. Цілюща вода на курорті та запашне повітря найкращі лікарі. На курорт прийшли його справжні господи. Знову ожив «Трускавець». Такому отдыху, как правило, предшествовало пребывание в госпитале. Хоть радости мало, а все ж не война. Радость чуть позже, когда грудь бойца украсит медаль, а то и орден. И вот с таким украшением он следует домой, внося некоторый переполох в девичье население родных деревень и их женихов. И дома в кругу семьи можно было заново предаться воспоминаниям о житие-бытии в санатории и о курортных романах. И все же понятия «каникулы» в нашем сознании преимущественно связывались с летним отдыхом детей. Настала пора изпочинку. Почали свои каникулы в Дніпропетровске школярі. Скільки малевничих кусочек, лесеных разворот можно найти у рятному місці. На Малій Саленці з'явилися юні пасажири. Висподарюється тут самі піонери. Їм можна довіритися, вирушаючи в перший війсний рейс. Приріпно розкрив свою красу Дніпро. Легко дихається на рівці. Якось ниглядь взятися за весла, не помірятися з тимами на чорнах. А юні вершники ладні зовсім не злазити скоростелень. Тримайся міцніше. Мені не години, сінжа цю день. І в сутінках запаластради цей піонетський кастер. Здраствуй, Діто! Довгождана Міла Форан. Ще одна задача летних каникул було дати выход энергії этих мальчишек и девчонок в правильном направлении, одобренном Министерством Просвещения. Да імен здрав предупреждал. Діти-то подрастають? Піонерські забави заканчивались, і вже юноши і девушек ожидала сплошна романтика труда. Ліс, пісня, волейбол все ще й належить студенту під час канікул. Та студентські пісні звучать не тільки в літньому таборі, а й на ланахі садибах Радгоспу імені 8 березня на Луганщині. Студенти Луганського машинобудівного інституту вирішили під час літніх канікул поєднати працю і відпочинок. А ще були отпуска, цель которых – привезти домой тугой кошелек. Полярникам, работаючим на судах или предприятиях Дальнего Севера, було проще. Вербовався на срок, получав жилье і регулярне питання, і відпуска у них були по строгому розписанню і строгому маршруту. Сложніє було тім, хто свій відпуск планировав в обратному направліній – на сєвір. Робота, яка випаде, жилье від барака до чукотського чума, да і не встрічали їх, як героїв полярників. Теплохід Естонія прибуває до Одеси. На його борту відважні замінники антарктичних станцій «Восток» і «Мирник». 16 місяців були вони важливі наукові пошуки в умовах полярної ночі, снігових буранів, 50-градусних морозів. Як не вистачало їм там цього тепла? Молодий вчений геофізик Валерий Спідковський у своїй сім'ї. І спогади напливають самі собою. В листопаді 62-го ми залишили Лінінград і одразу потрапили в обійми стихії. Нарешті Антарктида, суворий материк, наша льодова оселя. Екзотика екзотикою, а за роботою і поголитись не вистачало часу. Оце всі мої друзі з станції «Восток». Відпочинемо на березі Чорного моря і знову до далеких берегів. Отпуска, як правило, почему-то быстро кончаються. Даже 2-3-месячні, як у шкільників. Спросите любого і услышите, ще б не много. Це відноситься і ко взрослым дядям і тітям, кем би вони не були. А пожизненних каникул не буває. Хоча нет, простите. Музика Музика Люди у нас лечатся сельские, от фермы, от поля. И настолько они не избалованы вниманием, что дать им какую-то частицу вот этого душевного тепла здесь, проводя необходимые процедуры и проводя лечение, мы считали этим самым главным. Ну конечно, мы покачаем, покажем, как в вечере так хорошо танцевать. Помогает. Я в прошлом году была, в прошлом году я приехала, и ничего не болит. Хорошо? Подивите в зеркало, какая гадная будет баба. На 20 лет помолодше идете? Так. Ой, что мы дома бачили? А тут только побачим, покачаем, полечимось. Что мы бачили? Ничего, это таки одну работу, а тут и хочу отдышим. По скриптуму. После изложенного. Помнится герой какого-то советского фильма, то ли еще школьник, то ли уже студент, сетует на несправедливости в социальной сфере. Почему это пенсия и полная свобода старикам? Вы мне пенсию давайте не по старости, а по молодости. А в старости и вкалывать можно. Что еще старикам остается? Заманчиво, но нереально. Пусть уж лучше так, как есть. Или лучше сказать, как было. В стране, которую мы здесь называем той, не все было так уже плохо. И оплачиваем мы отпуска, и путевки, и оздоровление, и пенсия, на которой можно было и прожить, и отдыхать. Так что не будем так отчаянно и безоглядно открещиваться от прошлого, от той страны. Она была. И что было, то было. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...